Усадьба Ладушки приготовила тест-драйв кулинарный. Здесь будут сегодня соревноваться шеф-повара и мотоциклисты. Но о подробности мы сейчас все узнаем. Здравствуйте! Здравствуйте! Меня зовут Усманов Руслан. Я являюсь бренд-шефом сети кондитерских Ладушки и рестораном Усадьба. Ну расскажите вообще, что сегодня будет, как это будет происходить, что будете делать, какой мастер-класс, вам все интересно. Ну первый мастер-класс вообще приготовила нам команда «Казахстан». Они экстремалы, каскадеры. Показывать будут свой мастер-класс для меня, как бы обучать трюкам, ну для повышения уровня вождения на дороге. Вот. В разных дорожных и экстремальных ситуациях. И немного новому мастерству. Вот. В дальнейшем мы поедем к нам в ресторан и будем готовить кулинарный мастер-класс. Теперь уже от шеф-поваров усадьбы ресторана. Я буду учить, как готовить брутальную еду. Это будут суперновые бургеры и брутальные стейки. Вот. Взаимообмен опытом. Также новый формат, получается, еды на открытом огне, на хоспере. Это бургеры, это стейки. Вот. Ну, лучше посмотреть вживую и попробовать. Ну, пойдемте, мы вас еще поговорим. Кто вас может обучать, как это все будет. Сейчас. Меня зовут Вячеслав Клопцев. Мы приехали из города Ламаты. Я прорайдер команды «Казахстант». Мы, скажем так, с визитом развития стандрайдинга у нас в Казахстане. Для популяризации данного вида спорта. Это очень молодой вид спорта, который развивается во всем мире. У нас в Казахстане мы единственная команда, кто как популяризирует этот данный вид спорта. Ну, и стараемся это как бы внести данный спорт в массы. Почему именно вы сегодня приехали в Киру? Что-то будет, какое-то мероприятие будет здесь, в Чемкенте? Да, в Чемкенте в субботу будет открытие мотосезона. Мы делаем грандиозное шоу на данном мероприятии. Вот у нас сейчас, можно сказать, станд-тур по странам близнего зарубежья и по городам нашей необъятной родины. Сегодня мы здесь наших, скажем так, коллег-байкеров обучаем езде на вилле. То есть это езда на заднем колесе. Специально подготовленные мотоциклы, специально подготовленная виллерама, которая помогает научиться максимально быстро пользоваться органами управления и понять зону баланса при езде на заднем колесе. А вы вот сюда пришли как-то учиться или как учились сегодня? Да, спасибо огромной Славе. Он нас поддерживает полностью, именно нашу команду чемкентскую мотоциклистов. Уже второй год нас поддерживает на открытии, на закрытии. И сегодня у нас как бы обмен опытом. То есть он нас обучает азам станд-трайкинга. И мы успешно думаем, покажем в дальнейшем свой станд чемкентский. Поэтому пока как бы тренируемся, учимся. А что для вас этот мастер-класс баска? Ну, мне обучение по станд-трайнигу больше как бы полезно для того, чтобы безопаснее передвигаться на дороге, чтобы в экстремальных ситуациях можно было вовремя правильно среагировать, например, как бы уровень вождения. Что для вас значит мотоцикл? Ну, мотоциклом я живу, моя жизнь. Вот, я также занимаюсь, начал заниматься станд-трайдами. Состою в группе казахстанд. Ну, и набираю обороты, учусь. Спасибо парням, тренируют меня. Жизнь моя, люблю это дело. Ну, мы пытаемся максимально понятно донести до него, чтобы человек понял. То есть, есть кто сразу понимает трюки, есть у кого-то больше времени на это уходит. Ну, то есть, люди разные. Я очень давно катаюсь на мотоциклах, и я в них разбираюсь, то есть, я знаю, что мне надо, для какой езды, допустим, там, есть эндуро, есть там, спортбайки, то есть. Значит, каждый мотоцикл для определенной езды? Да. Для трюков один, для... Да, да, универсальных мотоциклов не бывает. То есть, каждый мотоцикл, у него своя функция, свое назначение. Шеф, повар и тренер по трюковой езде решили не терять время зря, а перейти сразу к обучению. Первые шаги экстремальной езды выполняются только с профессионалом. Ну, эти ощущения не передать словами, это надо почувствовать, потому что такой уровень накаляется. Как вы думаете, вы сами уже когда сможете поднять на фонтан? Ну, я с сегодняшнего урока буду пробовать это делать, но в любом случае, это надо много-много и много тренироваться для этого. Как вам ученик? Ученик очень перспективный, я думаю, у него все получится. Судя по тому, как на второй тренировке он уже себя показывает, я думаю, в ближайшее время он уже поедет на заднем колесе. Я решила воспользоваться шансом и испытать все на себе. И вот назад, и при приземлении чуть-чуть вперед вот так качнем. Это нужно учиться, чтобы не упасть, чтобы вверх подняться. Классно вообще. ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Усадьба Ладушки ждет уже нас, чтобы показать кулинарный тест-драйв. Сейчас шеф-повар проведет свой мастер-класс для мотоциклистов и трюкачей. Пойдемте. Сегодня уже мне показали мастер-класс по вождению и управлению мотоциклом. Теперь подошла моя очередь показывать мастер-класс. Ну и теперь уже по приготовлению вкусной еды с Вячеславом. Сейчас мы начнем, наверное, с глупального стейка, который будет подаваться на лопате, с печеным картофелем и жареным спинатом, запеченным болгарским петром. Вот это будет кулинар с сырным крем-соусом. Готовить мы это будем на жмом арте. В нашем форте или на настоящих приветствах гуглях. Капишка. И плюс блюдо, что-то натуральный вкус грима, огня, жара. И плюс блюдо, что-то натуральный вкус грима. И плюс блюдо, что-то натуральный вкус грима. И плюс блюдо, что-то натуральный вкус грима. Прошел мастер-класс Расскажите свои ощущения Приготовить бургер и делать трюки на мотоциклах Трюки на мотоциклах Это такие ощущения Полный драйв, адреналина Это надо пережить Ощутить словами Это описать Такой экстрим Мне приятно, что Вячеслав Помог мне в этом Ощутить адреналин Обучение А у вас как? С готовкой справились? На самом деле я готовить люблю С детства готовлю Тоже люблю экспериментировать Мне очень понравилось Мое представление о бургерах Кардинально изменилось Я думаю, что это будут самые вкусные бургеры, которые пробовал И это тоже искусство Готовка Это тоже искусство Так же, как наш вид спорта Это искусство Там все делается на грани баланса А здесь на грани баланса фантазии Поэтому чем больше фантазии Человек больше души вкладывает в это все То есть тем вкуснее блюдо Наши зрители где могут попробовать такие огромные бургеры? Такие бургеры у нас готовятся в усадьбе Ладушки Это будет новое меню Это только маленькая частичка, которую мы могли заинтриговать наших постоянных гостей или новых посетителей Ну, добро пожаловать Отведать наши вкусные и любимые еды Ну давайте, пробуйте И скажите нам свои ощущения Так вы, значит, первые такие бургеры? Да О, можете разобраться Давайте попробуйте Взять вот так По-брутальному Вот Давай по-брутальному Как это делаешь? О, да Волшебно У тебя тоже усы Да? Думаешь, мужики? Усы такие Огонь Это просто супер Это просто бомба На самом деле бомба Что вы пожелаете в нашем куритете? Хочу пожелать удачи, здоровья И приходите кушать самые вкусные и полезные блюда Кулинарный тест-драйв от усадьбы Ладушки Обмен опытом брутальных мужчин Прошел с пользой для шеф-повара и команды трюкачей на мотоциклах «Казахстан» А настоящую еду для настоящих мужчин Можете заказать по адресу Усадьба Ладушки, город Шымкент, улица Байтурсынова, 74, дробь 4 Телефон для справок Плюс семь Семьдесят два Семьдесят два Семьдесят два Семьдесят три Семьдесят три Семьдесят три Семьдесят три